Шольц, оказывается, достиг консенсуса с Зеленским об использовании вооружений, и консенсус этот заключается в том, что оружие, которое будет Зеленскому предоставлено, оно не будет применено на территории России. — Господин Шольц, это Зеленский использует такую лингвистику, разговаривая с людьми, с военными. Я не лох, я президент. Я не лох, я президент. Мы не лохи-лохи не мы. — Вы обратитесь к предыдущему канцлеру Германии, госпоже Меркель. Госпожа Меркель в сговоре с украинскими властями тоже много обещала. Спасибо, мы научены. Мы вам не верим. Вашим заявлениям не верим. И то, что вы с кем-то договорились, кто вы такой, чтобы великому Зеленскому не разрешить использовать оружие. А вас он будет спрашивать реально, господин Шольц. А, кстати, а Крым чей, с вашей точки зрения? Он украинский, и там можно применять оружие, которое вы поставили? Ах, ах, господин Шольц, капканчик-то не сработал у вас, у вас политический. Мы вам не верим. Заявляю я, ведущий Еврозоны Владимир Сергеенко. Кстати, Евгений, они сейчас там действительно прильнули, потому что им надо же придумать, как в понедельник все это уже на пресс-конференции. Это же интервью Шольца было. Как в понедельник выкрутиться из этого? Потому что кто-то же задаст вопрос, где территория Украины заканчивается, а где нет. То есть Шольц изволил Москву не бомбить или как? Господин Шольц, там еще с аккредитацией журналистов тоже проблемка. Вот эти заготовочки разные. Я все понимаю. Ну, действительно, это нормально, когда заготовленные вопросы. Я иду на пресс-конференцию, я готовлюсь. При том, что многие журналисты думают одинаково. И так может получиться, что вопрос, который я задам, прямо передо мной кто-то задаст. Что тогда? Меня вызовут, а я буду на ходу признать что-то? Конечно, заготавливаешь и пять, и шесть вопросов. Вот. Но ракеты, которые будут иметь определенную возможность, дальнобойные ракеты, и их применение исключительно в глубине территории Украины, вот это лехерных. Вот это смешно. То есть дальнобойные ракеты, которые, наверное, будут вылетать из Львова, чтобы лететь в Харьков или как? Ну, сказки, кому вы рассказываете? Ну, среди прочих, вот давайте так, ментальная сторона, я думаю, мы все в одном окопе. У нас позади Москва отступать некуда. И немецкие танки, это действительно достали, достали тряпку красную, решили перед быком, точнее перед медведем помахать. Ну, есть же такие идиоты, понимаете, палку засовывают в берлогу к медведю, а потом убегают и говорят, что же мы его разбудили? Ну, что-то в таком духе. Вопрос Шольцу по поводу Украины, есть ли Украина какой-то бонус, ведь у них же война, и может ли Украина вступить как-то по особому коридору возможностей в Евросоюз, как-то побыстрее, потому что у них война. И здесь я так скажу, только что били поклоны еврочиновники, приехали большой делегацией на Украину, показали, что они смелые и отважные, прятались в бомбоубежищах, в общем, весь цирк был. И еврочиновники все-таки важнее. Или Шольц, кто будет принимать решение о вступлении Украины в Евросоюз? Еврочиновники говорят, ну, там надо чуть подлататься, там надо что-то изменить. Но Шольц говорит точно и четко, что Украина должна соответствовать критериям в вопросах верховенства закона и демократии. И по поводу коррупции тоже решил сказать, и по поводу прав человека тоже. Начнем с краю. Вот коррупция. Господин Шольц, я с вами в Полимнике очень по полной программе, по поводу вступления Украины в ЕС. Что там с коррупцией в Румынии? Что там с коррупцией в Болгарии? Побороли они эту, как бы, коррупцию по европейским стандартам? Или территории все-таки интересней? И территории интересней, чтобы на них были аэродромы определенные. А, как там, что говорит Венецианская комиссия? Что говорят сами болгары по этому поводу? Что это они там выходили в прошлом году? Люди на демонстрации, правительство три раза поменяли. Мне кажется, вот как раз Болгария хороший пример, что Украина-то не хуже. Что у вас за принцип такой? Прям какой-то расист вы, что ли, по коррупционному признаку. Этим можно, а этим нельзя. Чем украинцы хуже болгар? Пусть они тоже будут коррупционны, какая вам разница? Это будет украинская, это будет европейская коррупция. Господи, ну, Евросоюз, он тоже сам по себе, знаете, такой неплохой. Там вице-президенты взятки берут, наличку имеют в размере, там, 600 тысяч евро в кабинете. Ну, это как вот кошелек. Сколько у вас денег в кошельке? А у меня в кабинете 600 тысяч евро. Что там с коррупцией? Точка. Мне кажется, на лопатках, господин Шольц. 1-0 присуждая победу себе. Пошли дальше. Господин Шольц, вы там еще говорите по поводу прав человека. Прав человека. А давайте пойдемте в другую европейскую страну, называется Венгрия. И спросим у Венгрии, что венгры думают по поводу прав человека на территории Украины, венгерского меньшинства. Ну, давайте. Вы же не хотите говорить о проблемах русскоговорящих, русских. Давайте поговорим о венграх. Как там было насчет венгерского языка и венгерского меньшинства? Я помню, гробовую тишину со стороны всех еврочиновников сделали вид, что не видели ничего. А ведь есть же эти службы, которые все записывают с телевидения, с радио. И вот Вести ФМ точно говорили о том, что глава Тернопольской области заявил о том, что чисточку надо устроить. Мол, венгры себе много позволяют. Просто, знаете, такую этно-чисточку. Этнос зачистить надо. Реакция была очень простая. Венгерский спецназ тут же устроил учение прямо на границе с Украиной. Что-то вы как-то промолчали. Язык в каком месте у вас был? А, правильно. Во рту, но при этом не шевелился. Так вот, господин Шольц, по поводу прав человека, мне кажется, 2-0 в мою пользу. Пошли дальше. Насчет демократии. Великий юморист, господин Шольц. Великий насчет демократии. Там еще, наверное, в том же критерии находятся права человека. Простой вопрос. Что говорит Евросовет по поводу прав верующих? Например, православных. Например, тех, кто имеет отношение к Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Как там насчет прав человека? Смешно, господин Шольц или стыдно? 4-0 в мою пользу. Итого вы назвали 4 пункта, которые, в принципе, на Украине даже близко не пахнут тем, чтобы их принять в Евросоюз. А теперь у меня вопрос на полном съезде. Кто решает? Еврокомиссия? Еврокомиссары, которые были на Украине? Или Шольц решает вступать в Украину в Евросоюз и будет блокировать? Будете блокировать? Вперед. Открытым текстом. Скажите это украинцам. Зачем прибегать эвфемизмом и рассказывать о том, что требования для вступления одинаковы для всех? Это сказал Шольц. Это сейчас была цитата. И война не является бонусом в связи с необходимостью с тем, что нужно бороться в войне. Не может быть это бонусом для коррупции, для прав человека. А я согласен. А я согласен, господин Шольц. Это не бонус. И, в принципе, насчет коррупции. Но, опять же, это, в принципе, есть же эти клубы, в которых берешь микрофон, выходишь и начинаешь говорить, и там все смеются. Эти стендаперы называются они. Так что, господин Шольц, ну, по поводу... Я понимаю, что у вас большой политический опыт, но вы себе подготавливаете место стендапера. Стендапера в будущем будете собирать там Листрес, там Борис Джонсон. Ну, Байден вряд ли поймет ваши шутки, если честно. Ну, я думаю, насобирайте еще каких-нибудь там бывшего министра обороны Ламбрехта. Ну, найдете кого. И будете их веселить такими шутками, типа демократия, соблюдение прав человека. Раунд, Владимир, раунд. Идемте дальше, дорогие друзья, все вместе по Шольцу. Давайте, я его не отпущу так просто. Уже если он вышел с интервью таким важным. У него консенсус с Зеленским. Это я смеюсь. Выходит Шольц. Представьте себе, действительно, вот этот комедий-клаб такой для политиков. Шольц выходит в первом ряду. Лиза Трасс. Там Борис Джонсон. У них там пару бутылок запрещенного ковидного вина. Ну, помните, да, как, когда было запрещено собираться во время ковида, вечеринки устраивать. А, Джонсон собирался. Да, да, да. Большую вечеринку. Да. У Бориса дома. И выходит, знаете, объявляет такой на сцене, канцлер Германии, Шольц. Шольц берет микрофон и говорит, а у меня с Зеленским консенсусом, он не будет применять оружие на территории России. И все в зале, ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Господин Шольц, ну надо готовиться к интервью. Ну надо готовиться. Вот Анна Лена Бербок продемонстрировала, что когда несет от себя тяну, что вам приходится даже должность в полномочии, хотя я не знаю, как они ее называют. Ну, представляете, ну действительно, у канцлера Германии есть орган, который слушает не только там Вести ФМ, они слушают министра иностранных дел и все ее ляпы записывают. Вау, какая атмосфера гонения и травли. Ну так вот, давайте пойдем дальше по интервью. Так вот, канцлер всея Германии, Шольц, считает, что у него есть задачи. И он эти задачи готов выполнять. Притом, среди этих задач я не услышал насчет инфляции, насчет стабилизации цен на продукты, насчет повышения социальных нормативов, выплат, зарплат. Много чего я не услышал. Но я услышал вот что. Сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО. Так, господин Шольц, рассказываю вам, вот прям хочется постучать почему-то и сказать, сиди, я сам открою. Господин Шольц, значит, берем танк один, одну единицу, леопард, молюем на нем крест. И, как наш радиослушатель сказал, и, в принципе, так оно и будет. И едем на Украину, при том, громко говорите, мы говорим, мы имеем консенсус, чтобы оружие немецкое не применялось на территории России. У нас консенсус. И Зеленский вам, да, порешаем все, господин Шольц, я же не лох. Там, действительно, для меня это сборище стендаперов, но они все преступники. Для меня они преступники. Я считаю, что либо преступники в прямом смысле слова, либо преступники другого суда. Вчера об этом говорил. Но меня не устраивает другой суд. Мне здесь и сейчас нужно. Так вот, что значит не переросла война между Россией и НАТО? Первое. Господин Шольц, от вас ничего не зависит. Увы, смиритесь. Иногда принять правду тяжелее, чем жить в иллюзиях. И вот эта жесткая правда, она проста. Господин Шольц, вы не влияете на эти вопросы. Решение о каких-то, я не знаю, ну как сказать, там, наверное, эфемизмы тоже нужно будет применять. Ну, например, решение, которое будут применять в Соединенных Штатах Америки, поставляя ракеты определенного радиуса действия, там увеличивая, перекидывая авиацию, перекидывая пилотов, перекидывая еще что-то. Я что-то не помню, чтобы Байден с кем-то советовался. Или там, что Соединенные Штаты Америки спрашивали что-то. Напомню так. Афганистан. Решили отвалить? Отвалили. Иранская сделка всеобъемлющая по ядерному оружию. Решили отвалить? Отвалили. Господин Шольц, назовите мне, пожалуйста, можем, кстати, начинать отсчет с 8 мая 45-го года, когда у вас что-то спрашивали. Если надо, подписывайте документы безоговорочно о капитуляции. И нежелание НАТО – это пустые слова. Покажите мне на деле, как вы будете действовать. Дайте мне маршрутную карту, чтобы я вас не распинал, господин Шольц, канцлер Сия Германии. Как вы сможете остановить, когда США примут решение? Вы скажете, как, что те леопарды, которые вы посылаете на Украину, вы их теперь назад заберете? Или как? Или ирис Т? Вам же цветочки там в поезде, ирисы на Украине предоставили, чтобы вы посмотрели. И так это аккуратно, мол, ирисы. Ирисы, давайте поговорим об ирисах. О, случайно так же называется немецкая установка ПВО. Ирис Т. И в этом отношении пустословие. Ой, мы не должны, но мы будем вынуждены или как? Или мы не должны, и я буду молча сидеть, наблюдать конкретно, какой шаг канцлер Германии может сделать, чтобы это не произошло. Я предлагаю, значит, скромно позвать Столтенберга тоже туда, вот в этот стендап каменди-клаб политический европейский. И там пообщаться как минимум со Столтенбергом, притом на сцене. А мы посмеемся. Потому что тоже ничего не решает и все время говорит, НАТО не воюет, НАТО не вступает. Эту мантру, опять же, с точки зрения американского вопроса и полного отсутствия, ну, я не знаю, самостоятельности, это как бы одна, притом в публичном пространстве присутствующая мысль. Господин Шульц, я вас расстрою. Вы понимаете, что если будет принято решение по какой-то причине украинской властью танками рваться в Крым, а завод Райн Металл будет усиленно поставлять танки, еще при этом используя нацистские кода, немецко-нацистский, неонацистский код 88 или там 1488, то вы понимаете, решение о том, что этот завод не должен поставлять оружие, которое будет убивать российских граждан, понимаете, тоже не вы. И я не знаю, будет оно принято, не будет оно принято. А также база Райнштейн, где немецкие грузчики грузят американские ядерные бомбы на немецкие самолеты, которые должны будут выполнять определенную миссию. Тоже думаете, будем сидеть такие и ждать? Вы нам танки с крестами, а мы будем ждать. Сделайте опрос населения России, закажите там по-хитрому его. Как оно относится к этому? Господин Шульц, снимайте розовые очки и зеленые одновременно. И признайтесь, во-первых, самому себе, вы ничего не решаете в этом вопросе. Вот решать будет, мое убеждение, в первую очередь Россия. И как посчитает нужным, так уведомит. И дай бог, чтобы это уведомление не пришло с арматами. Владимир, мне кажется, кроме того, чтобы снять очки, надо еще беруши из ушей вытащить. Затычки. Ну да, ну да, и беруши. А второе, конечно же, что-то он должен говорить. И когда Шульц говорит о том, что прикладывает Германия все усилия, чтобы избежать эскалации... Шутка недели, господин Шульц. Мы, чтобы избежать эскалации, решили со своими союзничками, что мы поставляем леопарды. Ха-ха-ха, господин Шульц, кто вам пишет тексты? Ну, правда. Но человек не там просиживает. Отправьте его подработать где-нибудь. Хотя, может, не исключено. Может, там и подрабатывает. Это метод такой. С одной стороны, Зеленский профессионал, клоун, комик. И вы туда же.